Петрозаводск Эти дети находятся там без еды, тепла и заботы Поэтому в перспективе у центра большая работа Ну а пока его деятельность только начинается Своей целью работники центра ставят возвращение ребенка в семью Этим подобные организации и отличаются, к примеру, от детских домов Которых в республике насчитывается 25 Если ребенок попадает в детский дом, ему автоматически присваивается статус сироты И он должен пробыть там до совершеннолетия Плюс ко всему, это невыгодно экономически Содержание одного ребенка в детском доме обходится государству в 4000 рублей в месяц Да и дети, вышедшие из таких домов, трудно поддаются реабилитации И помочь им очень сложно Поэтому Министерство социальной защиты и работники центра Планирует открыть специальное отделение для выпускников детских домов В данном центре, где мы были сегодня утром, с каждым ребенком проводится огромная работа С группой в семь человек, например, работают пять воспитателей Два психолога и два социальных работника Основную проблему специалисты центра видят в семье и окружении ребенка Чаще всего, конечно, эти родители у нас находятся на такой стадии своего существования Что наши увещевания простые не воспринимают Тут нужна кропотливая реабилитационная работа специалистов Директор центра Галина Александровна Власова и ее коллеги Люди с большим опытом работы в этой области Они смогли создать там теплую и дружескую атмосферу Я просто всем родителям хочу сказать Этих детей и тех, которые к нам придут Плохих детей не бывает Они все ребята замечательные Только они так далеко в скорлупку и личинку прячутся Когда мы, взрослые, к ним относимся не так, как нужно Что они становятся жестокими Вот эту жестокость, которую мы, взрослые Им сами создаем условия для этой жестокости Нужно обязательно убрать из их жизни И они станут хорошими ребятами Все Спасибо Спасибо